Здесь мы планируем построить двухквартирный, двухномерной гостевой домик. Ну, домик для отдыха, можно сказать. Валерий Дуткин признается, что с турбизнесом в жизни дел никогда не имел. Вообще-то он работает крановщиком на алюминиевом заводе. Своя турбаза – это для него голубая мечта, которая начинает сбываться. Взял в аренду на берегу Енисея участок захламленной земли, расчистил и начал стройку. Преспективное очень это направление бизнеса. Но только он долгоокупаемый. То есть надо сначала очень много вложить, чтобы потом это все вернулось. А сейчас как бы никто не хочет вкладывать деньги, хотят все сразу получить. На долгосрочный период. Ну и как бы даже это рискованно вкладывать, потому что доллар растет и рубль падает. Так уж получилось, что природа в Хакасии буквально создана для туризма. Пожалуй, именно эту истину и понял крановщик Металлург Валерий. Свежий воздух, горы, Енисей. Но не об этом ли мечтаешь, находясь в городской суете? В планах предпринимателя построить здесь четыре домика с банями. Уже поставил кафе, мангал, организовал народную забаву – катание на плюшках. Ну я катался два раза, мне хватило. Чего не хватило? Ну детей не вытащить с горки. Сегодня на турбазе особые гости – специалисты по развитию туризма из всех районов республики. Перенимают опыт. Второй год подряд власти Хакасии выделяют специальные гранты на развитие турбизнеса. В прошлом году Валерий получил миллион рублей как раз по этой программе. Согласно статистике, туризм в республике идет в гору. Только в прошлом году турпоток составил более полумиллиона человек. Безусловно, в таких условиях вопрос развития туристской инфраструктуры, инфраструктура размещения туристов становится очень важным. Поэтому с 2015 года при поддержке главы республики было разработано мероприятие по поддержке субъектов предпринимательства, которые хотят создавать какие-то новые базы отдыха. Сегодня власти анонсировали очередной конкурс грантов. Принять участие в нем могут все желающие. По условиям конкурса Валерий уже не сможет получить деньги второй раз. Однако существуют и другие программы от правительства, например, на покупку оборудования. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.